а добрый день дамы и господа сегодня у нас 11 уже февраля 2021 года у микрофона леон вайнстайн город лос-анджелес калифорния сегодня исполнилось 21 день то есть три недели с того момента как наш новый президент байден начал выпускать свои свои президентские указы подписывать всякие другие распоряжения искать делать всякие тело движений такого но и его соответственно администрация и я хотел подвести кое-какие итоги того что как бы проглядывается многие сказали в наверное что еще рано подводить какие бы то ни было итоги что еще надо смотреть и смотреть и но администрация байдена взяла такой низкий старт что и так много по отменяла поисправляла что даже если так сказать как бы как бы не хотеть то уже надо подводить какие-то итоги невозможно не обсудить не отдельно взятые какой там нравишься не нравишься еще указ там приказ распоряжения а самокупность указов заявлений действий и подводных всяких колебаний которые происходили с 21 января практически дом марш с 20 насчитаешь с 21 января по вот сегодняшний день 21 день которые потрясли америку когда байден говорил все время во время предвыборной кампании когда его выпускали иногда сказать не так часто мы выпускали все-таки из подвала а то он нам говорил о том что он будет полностью полностью изменять если если задача обама иконы увидел было фундаментальное изменение америке то нам байден все время обещал что он фундаментально изменит трампов скую америку и вот когда мы это слышали ну честно говоря не очень хотелось чтобы что-то такое произошло но предполагали себе что какие-то указы там которые они считают неправильными с точки зрения демократов до действия там распоряжения трампа будет отменены там или изменены а действительно сошарашило ошарашило не только вот нас но и вообще америку байтон подписал уже 40 но вчерашний день может сегодня еще что-то подписал и просто не уследил президентских указов в несколько раз больше чем обама или трамп почему это важно и имею ввиду в первые там 20 и 21 день почему важно количество этих указов дело в том что президентские указы использовались длинную историю сша скажем до fdr то есть до франклинга рузвельта то есть до 1932 года а для того чтобы переименовывать мосты там объявлять какие дни траура или праздники а fdr будучи будучи значит по убеждению как говорят статист как по-русски государственником плохое слово до человеку который считал что сильная власть должна умные люди должны командовать всеми остальными а и у него были такие фашистские убеждения а вот я понимаю что мне сложно поверить тем более что люди часто бросаются этим словом ну почитайте внесенные им в конгресс законы копии там всяких переписки его утверждение шуму солиде самый лучший экономист в мире до сегодняшний день что он придумал новый третий путь что надо ему следовать то есть он называл это не фашизмом для политической корректности называл это третий путь как бы сказать и не коммунизм и не ну социализм коммунизм он считал что прожить бы это не социализм и не капитализм а то да кстати и посмотрите на его действует тиран узурпатор по отношению к этническим японцам америка до сих пор вам извиняется перед японцами за его действия значит так вот он он будучи абсолютным тираном по убеждению издал 3522 президентских указа и полностью в этом смысле изменил историю а же конгресс должен заниматься тем что он что он новые новые законы вводят а так конгресс значит не хотел чего-то делать то он значит свои просто рощенком пила у него популярность была безумная поэтому плевал что не большим не перезберут ничего не сделают вообще на всех плевал делал что хотел и до 4 явная была попытка превратить сша фашистское государство то он значит шел на пролом плевал до конгресс подменял функции конгресса это что называется делал все что угодно вот после него конгресс и сенат внесли кое-какие изменения но не до конца на самом деле мы сейчас поговорим о том что что они пропустили и что у нас сейчас происходит вот после fdr шо было запрещено президенту баллотироваться нас более чем на два срока и верховный суд а он постарался ограничить скит количеству и тематику указов президента и вот по сравнению с а 3522 который значит fdr выпустил за 8 значит это 8 вот искать почти 4 срок сидел то например за 8 лет риган выпустил 381 указ а клинтон 364 обама 276 это все президенты с 8 годами в белом доме когда крамп начал подписывать свои указы приблизительно в том же количестве что клинтон риган обама то джо байден значит поэтому поводу выступал и говорил что это узурпация власти а недавно на интервью и биси когда его спросили значит не узурпирует ли он власть он сказал что многие республиканцы и демократы требуют от меня чтобы я значит подменил конгресс а у нас значит демократия а не тирания сказал он я этого делать не буду вот красиво сказал да вот но зачем же он подписал 40 указов а не отдал предложение в конгресс чтобы они дебатировали там кстати у демократов там большинство то есть как бы даже представлялся же скорее всего они примут но надо было побыстрее и вдруг что произойдет а кроме того в конгрессе могли оказаться демократы которым скаю вы чё сумасши это не демократия это вообще уже просто социализм или фашизм или что-то такое поэтому нельзя было отдавать это конгрессом где много народу и дебатирует надо было вкушить взгляд в тиши в тени кулуаров значит что-то составит быстро подписать и выбросить а там смол переизбирайте меня он же знает что он не досидит до конца срока а значит кроме этих указов 40 он подписал еще президентские меморандумы и президентские распоряжения числом более 20 то есть можно сказать что 60 документов которые что-то предписывают делать нам уже подписаны так что не совсем понятно его заявление что он не диктатор а но давайте значит переходить к конкретной сути его указа в распоряжении активов актов и действий от общих рассуждений и того байда поменял разработанный трампом а путь или там методику распределения вакцины там большая большая работа была проведена чтобы как можно быстрее эффективнее прочее и распределять и кому ее в первую очередь давать причем трамп как всегда пользовался не не политической каракностью а конкретно здравым смыслом так вот значит галлоп утверждает что две трети американцев то есть начнет к 70 процентов не удовлетворены или очень неудовлетворены тем как вакцину значит распределяют и доставляют люди байдена позже он полностью поменял сломал систему которую придумали при трампе но самое главное для демократов то шестьдесят три процента не за них независимых избирателей раздражены и не удовлетворены тем как они действуют хотя что не себе говорили что только они придут все с вакциной будет лучше и все будет лучше с вообще-то сказать к видам вот указ номер 14 013 об улучшении условий приема иммигрантов всегда очень красивые слова название там первый пункт обычно такой потрясающий что вот он содержит пункт f до который там мелкими буквами внизу уже где-то находится а восстановить разрешение в возить членов семей в сша ну как бы ну и что плохого то в этом нет что это означает это означает что заехавший иммигрант может пригласить не только жену и дочь но скажем и своих родителей ну гуманно это правильно да а у этих родителей есть еще семеро детей все женатые все с внуками значит теперь они могут пригласить своих других детей приезжают дети с ну скажем там приезжает сын с женой у жены есть родители жена может этих родителей тоже пригласить ну и тому подобное то есть называется то что в америке называется chain migration то есть по цепочке тянется огромное количество людей которые ну зачем не вписываются в нашу жизнь приезжают сюда для того чтобы конкурировать с теми кто моет моет посуду в ресторанах лучшем случае или таскать стрижет траву и прочее прочее которых уже здесь много миллионов и законных и незаконных вот почему все это является правом мигрантов я не знаю так написано в законе что это право мигрантов значит вызывать их семьи воссоединяться гуманитарная обязанность сша а зачем они от них отделялись тогда если они так хотят жить с этими семьями там с родителями с другими детьми своих таскать родной тому подобное в пункте g того же значит указа сказано что без очереди будут приниматься лесбиянки геи из трансжендеры то есть не ожидая до границы в пункте ай что так что тех кто въехал в сша без документов будут отдавать на поруки их родственникам или группам поддержки типа я так понимаю lgbt на порог вот указ 14 0 12 следующий после его а разработать план по перевозу живущих в сша нелегалов 100 переводу тех которые уже нелегалы находится у нас здесь значит там кстати говорят 12 миллионов 15 18 разные цифры гуляют никто их не считал как бы да вот их всех перевести в статус граждан сша и значительно сократить время и бюрократические трудности значит такого процесса то есть задача как я понимаю сделать к 2024 году то ли 12 то ли 18 миллионов нелегалов гражданами которые будут иметь право голоса естественно голосующими за демократов в этом как я понимаю есть основная идея этой заботы добавим к этому значительное решение приема нелегалов в сша и возможно заселение их стратегические районы чтобы они как бы это сказать нивелировали и перебивали перевешивали голоса республиканцев в нужных городах и каунтис еще один президентский указ был как раз посвящен восстановлению агентства по интеграции нелегалов то есть с помощью наших денег оплачивать нелегалом заселение там именно где белому дому надо чтобы подпоселялись большие количество склотину которые как они считают автоматом на 80 90 процентов будут голосовать за демократическую партию 2 февраля был подписан указ о расследовании причин миграции в сша большого количества жителей центральной америки и решить найти сказать призывал к решить нахождению решения способов решить эту проблему мы с вами знаем знаем почему они к нам бегут жизнь в этих странах центральной америки бесправно нищая и без какой-либо надежды выбраться из этого состояния так что это оба что они будут что-то изучать а то как демократы уже давно решили решать эту проблему тоже известно они собираются отобрать у нас деньги и пересылать их в гондурас и там и прочие страны центральной америки якобы чтобы создать там условия жизни равны американском значит с тем чтобы они не перебегали к нам и было бы так хорошо жить не могут в америке создать такие условия правда значит вообще-то до того все деньги которые переходили в эти страны и многие другие они разворовались и с серьезной вероятностью того что часть забирала их местная таскать власть то а часть как обратка или как там называется точнее там не участвовал никогда поэтому не знаю в общем когда ты даешь деньги государства и потом тебе лично за это передают какое-то количество этих денег а значит при всех усилиях ни в одной стране в которую вливались такие деньги условия жизни до американского да никак не поднимались вот правда если в америке станет очень плохо то тогда уровень жизни в этих странах в америке могут сравняться и тогда это установит миграцию тогда как бы задача будет достигнута верно всегда эти два способа таскать довести нижних наверх или опустить верхних до низа а очень я думаю порадовал в центральной америке в нашей в америке в центральных штатах в америке указ значит того что у нас будут отнимать наши заработки чтобы оплачивать аборты в латинской америке африки на ближнем востоке я думаю что жители небраски монтаны и северной дакоты просто в восторге от того что у них будут отбирать деньги которые сами в общем на самом деле могли бы пригодиться и посылать их делать аборты в африке естественно байден сообщил и призвал считать изменение климата в результате действий человека главной опасностью для жизни планеты основная идея администрации байдена в том чтобы свести на нет добычу использования природных ресурсов природных ископаемых и замену их на энергию от ветра и и солнца как поставщиков энергии такое значит такое мнение бытует среди демократов причем они при этом утверждают что 97 процентов ученых а совершенно непонятно где они взяли такую цифру но вот они утверждают и дети всегда говорят 97 процентов ученых считают что вот надо срочно менять а значит нефть газ уголь на энергию от от солнца и ветра иначе через 8 10 а максимум 11 лет планета погибнет тут я помню где-то с 1995 года они говорили чуть через восемь десять лет планета погибнет потом в 2000 году снова они говорили что через 80 лет планета погибнет 2002 году снова был вскрик потом 2005 был огромный уже с гором так сказать если помните 2005-2006 год что если еще восемь лет планета погибнет даже назывался год когда планета погибнет 2016 это 2005 до 2016 они начали верить что полета погибнет через 8 10 лет а сейчас они говорят что она погибнет через 11 это напоминает коммунизм он на горизонте чем ближе ты к нему значит подходишь горизонту чем дальше он от тебя отбегать 321 такие мощные повороты в промышленности никогда не должны делаться сверху они обязаны приходить от рынка от необходимости вот например энергия солнца там стало удобнее дешевле и кроме того является менее вредной чем энергия от натурального газа тогда все вообще все помчаться переходить или например энергия от ветра стала настолько дешевый что абсолютно так сказать практически уничтожил использование угля зачем тратить много денег это стоится невыгодным а кроме того то сколько плохо действует на окружающую среду от ветра и прочее но для этого надо чтобы она стала удобной и дешево а когда идет приказ сверху а вот до сегодняшнего дня централизованное управление помогало только некоторым слоям населения бы сказал да а не всей стране она может помочь нескольким производителям солнечных батареи ветренов и ветряных турбин за счет производители энергии от ископаемых а надо значит надо разрушить разломать существующую систему и передать средства занятые у китая тому же китаю возможно чтобы производить для нас турбины кроме того значит даже если производит турбины в соединенных штатах америки ты отбираешь деньги у одних придаешь другим они не выиграли конкуренцию они выиграли у начальства их что называется ухо начальника второе рабочие в демократических штатах калифорния там орегон например будет очень хорошо и значит будут передаваться а заводы по изготовлению энергоносителей они будут изготавливать и обслуживать солнечные батареи которые но в северной дакоте вряд ли будут ставить правильно или там где-нибудь еще там каких-нибудь восточных или там центральных штатах и поэтому жители республиканских штатов теряют рабочие места а причем сотни бы ты еще жители демократических штатов их получают как удобно про это вот потом это выгодно чиновникам которые получают за передачу заказов крупным фирмам участвующим в разбойничьем нападение значит на энергетику на уровень же сша они получают откат вот вспомнил слово 321 ну вот о других всяких вещах еще в южной каролине и техасе я уверен понравилось в кавычках что байден приказал принимать в армию трансгендеров приказ подготовить документы по увеличению минимальной оплаты в 15 долларов в час а тоже не всем понравился он тут вы мне скажете что да это хорошо надо повысить а в ответ давайте подумаем о последствиях потому что мы всегда эмоционально о чем-то думаем о последствиях не очень думаем что такое произойдет когда мы возьмем и повысим скажем да уже серьезные оплаты в час малый бизнес идет увольнять часть сотрудников они тут же начнут считать и выяснить что кого-то они могут уволить рестораны там fast food особенно начнут ставить автоматы и и увольнять сотрудников потому что когда ты плачешь там 11 там 12 долларов ты пересчитываешь думаешь нет не выгодно мне покупать автоматах только 15 оба уже выгодно начинает быть значит народ будет увольняться огромное количество товаров и услуг станет неконкурентно способным из-за того что значительно карто поднимается минимальная поднимаются и все остальные значит многие товары станут неконкурентоспособные рабочие места за услуги поведут в индию а на изготовление товаров в китае надо будет увольнять сотрудников правильно причем массово а новичков не обученных молодых перестанут принимать на работу то есть тех самых вот первых работ а когда когда надо учиться на когда когда еще ничего не можешь их нибудь и какой смысл принимать человека на 15 долларов в час надо его учить ни черта еще не умеет школьников не будут принимать на сезонные работы их всегда принимали летом знаете на работаю во время каникул и так далее школы люди байдена призвали к открытию школ на один день в неделю то есть в этот день заразиться с их точки зрения к видом дети учителя не смогут а в другие дни смогут это тоже очень понравилось конечно во флориде и в южной каролине это я шучу так самолеты в самолеты можно садиться только предоставив тест на комит сделанный когда вот я посмотрел дочь специально в одной авиалинии написано было 72 часа другое написано было 48 вот представим себе что 72 часа там тому назад я сделал этот тест я за эти три дня увидел сам с 30 людьми получил к вид полетел в самолете то есть смысла тоже ну но и никакого а байдан держит трехметровую стену вокруг капиталистского холма а кому он защищает и от кого похоже что избранников народа от народа вот от тех самых кто их как бы избрал в вашингтоне продолжают оставаться по около пяти тысяч вооруженных солдат зачем всех юэса торни за должность такая на которых назначил трамп уволили по всей стране прощерком пера простой ли все кого назначил трамп зачем байдену нужна такая консолидация власти чего чего он и его люди боятся кого похоже что народ на границе они стянула март а вокруг конгресса возвели и очень быстро кстати вот и деньги на это нашлись откуда-то вот а теперь об опросах общественного мнения никто из тех кто давал нам информацию что байден выигрывает 16 процентом отрыва работу не потерял то есть они не ошибались пошли если бы так ошибались вы выгнали с работы правильно они похоже выполняли заказ то есть нам лгали день это дня постоянно и глобально они же эти же люди говорят нам что подавляющее большинство населения поддерживает политику и действия байдена господа вот сами решайте врут они нам или говорят вот на этот раз чистую правду например поддерживают ли жители сша остановку а значит прокладки трубопровода а ну понятно что мы потеряли там десятки тысяч рабочих мест и по прямому и люди которые обслуживали там были вокруг и прочее да в монтане и северной дакоте помогу в основном или поддерживают ли американцы остановку добычи ископаемых на федеральных принадлежащих всем американцам землях или остановку выдачи разрешений значит оффшор что в отдых экваториях на добычу скажем нефти да и газа еще конечно американцам очень понравились президентские разрешения на этих городам не выдавать преступников нелегалов федеральным властям а еще понравилось наверное что байден отменил распоряжение трампа не пускать туристов и мигрантов из стран которые отказались давать информацию тех кто к нам едет то есть страны которых дают такую информацию давайте мы будем проверять иначе табра а стран как не дают а вы не даете и ладно байтон считает что америка страна расизма и дискриминации и сделал высление значит не платящих или разрушающих вашу недвижимость черных практически невозможно даже ты не можешь не сдать им квартиру кстати квартиру там помещение под под бизнесом все же угодно ты черным не можешь не сдать это расценивается российское действие акт и еще вайден значит добавил в этих значит которых нельзя трогать выселять геев значит ну все кто lgbt плюс как они себя называют то есть выселяешь лесбиянку за не уплату то это сексист и тебя можно судить за это а как вы понимаете значит судить вас будут а их судить не будут мы уже это выяснили с нашими судами вот ну и если вы значит еще не в курсе это суде у нас перестали быть суде мы стали басманным судом значит города москва а попробуйте вы выгнать с работы работника гомосексуалистов например да вот значит выгнали его взяли другого или бровали значит пришли значит гомосексуалист пришел гей по местному значит и просто спит белый мужчина и вы потому что белый у него лучший опыт там лучше прочее и хорошая характеристика взяли его а не гея да вот сказать если будет еще с кем-то мексиканцам ладно если с белым мужчиной просто просто шана то вы вы просто значит не доверите гомосексуалистов у вас надо разориться и просто осудить а разорит три недели байден говорит о том что разделенную америку надо лечить и он пришел для того чтобы лечить и лекарства это компромисс мол надо надо делать так чтобы значит компромисс происходил между левыми и правыми демократами республиканцами а что такое компромисс это когда каждая страна получает не все что хочет и дает что-то другой стороне они договариваются в то что кому дает значит байден собирается возить ну практически дескать запрет то есть серьезные налоги на оружие отребовать сейфов и а психиатрические раз исследования всех жителей того дома в котором хранится оружие вот это вы думаете это компромисс или это не компромисс байтон закрыл строительство нефтепроводов мы уже говорит джек компромисс или нет по-моему не байтон остановил строительство стены от нелегалов но возвел стену отделяющие высших мира всего от народа компромисс в том или в другом случае по моему не очень а приказ о приеме значит тренджендеров женские команды разрешение им играть почему-то здесь всего два пола все ребенка много много полов а вот как только дело касается там тренджендера служить 2 пол значит их можно принимать женские команды это компромисс или как а разрешение цепочной вот этой иммиграции значит которую не хочет по значительная часть населения это компромисс или так сказать с теми которые голосовал не забавит она 72 можете 75 миллионов человек посылка наших денег в центральную америку чтобы построить там нужно стоит коммунизм конечно построить это это компромисс не очень оплата абортов в африке за счет американского налогоплательщика при этом занимая эти деньги под проценты у китая мы будем отдавать не байден и не его дети это как компромисс амнистия всем живущим сша нелегалом это компромисс с большинством населения которое не хочет амнистии которая понимает что это амнистия кончится тем что мало того что эти все будут гражданами и будут тут же сосать молоко из из государства то есть из нас а еще столько же набежит новых правильно то есть еще и такой магнит придумать что беги кто угодно всем дадим таскать бесплатную похлёд уничтожение индустрии ископаемых и абсолютно командные способы а замена ее на дорогие и и требующие огромных расходов с помощью займов у китая а я говорю ли огромной инфляции может быть способ получения энергии с передачи рабочих мест от республиканцев к избирателей к демократическим это как это у нас такой компромисс называется правильно которому байден призывает вот что такое компромисс а остановка экспорта энергоресурсов за границу и и практически таскать с моей точки обнищение штатов нескольких штатов в америке это что у нас компромисс увеличение налогов увеличения правил связывающих руки бизнесу как было при обаме увеличение обязательной минимальной оплаты которые приведут к оттоку рабочих мест из сша это что компромисс разрешение местным властям не высылать преступников нелегалов живущих сша это компромисс компромиссом лечением нации не пахнет то есть это все опять проколыхание воздуха было ничего не байден него люди не имеют в виду они имеют виду задавить это и есть их компромисс мы делаем как хотим а вас задали нам предстоят годы антиамериканских в угоду глобалистов там китайцев нелегалов не знаю там кого угодно до парижского соглашения в общем чиновников которые искать обратку получают откат действий администрации байден действительно говорил что он перевернет все что делал говорила планировал сделать трамп трамп делал все исходя из америка first то есть америка нам важнее всего что нормально что и должно быть это наша страна байден полностью отвернулся от этого лозунга что называется диаметрально противоположную сторону пошел а что такое диаметрально противоположная сторона от америка вот с моей точки зрения противоположная сторона это все first кроме америки для новых обитателей белого дома америка это враг которую они пытаются задавить всеми возможными способами ну будем посмотреть до следующих встреч